Я волонтёр, в моём случае волонтёр Фонда обороны Украины. 31 октября, ну сразу по делу, 31 октября прошли обыски у волонтёров Фонда обороны Украины, у меня, у моего брата, руководителя фонда, у Ирины Кашлевской, у Алексея Ангурца. Обыски прошли циничные, это всё напомнило 37-й год. Вот, нас обвиняют непонятно даже в чём, то есть Черниговский суд вынес решение, вот оно абсурдное, с самого начала. И копая эту тему, мы поняли, что это массово по стране у нас сейчас уничтожаются волонтёры. То есть сначала боролись с добровольцами, теперь борются с волонтёрами. В следствии этого мы решили, что молчать мы не будем, поэтому сейчас очень большой интерес прессы к тем волонтёрам, которые пострадали от нашего государства, от правоохранительных органов. Я готова ответить на все вопросы, там и по деятельности фонда, и по своей деятельности, там что будет интересно, потому что рассказывать могу очень много. И я надеюсь, что с помощью журналистов, я сама в прошлом журналист, мы всё-таки сможем построить демократическое общество и правовое государство в нашей стране. Вот так коротко. Хочу представить Ирину Пилипенко, это руководитель фонда Save Life Together. У нас свела война, мы стали друзьями. И Штаты для меня в данном случае в лице Иры образец того, как работают фонды, и как общество это поддерживает, и как государство поддерживает работу фондов. Я хотела бы, чтобы Ира рассказала, как это должно быть правильно, а потом мы вернёмся ко мне, как это у нас происходит в стране. Да, добрый день. Меня зовут Ирина Пилипенко. Я являюсь президентом и соочередителем американского благотворительного фонда Save Life Together. Федеральная служба США, как и налоговая служба США, дала нам возможность официально собирать средства и официально помогать Украине, в том числе резидентам Украины, армии Украины, волонтёрам Украины, медработникам Украины, полевым и стационарным госпиталям. Это один из первых пунктов в уставе фонда. То есть статус у нас публичный, нам не нужно доказывать и показывать свою прозрачность, нам не нужно делать кроме финансовых отчётов, бухгалтерских отчётов, больше ничего. Достаточно просто посмотреть на наш идентификационный номер, ну если это правильно перевести с английского языка на русский. Средства мы собираем за рубежом. Я скажу, у нас доноры не только американцы, но и люди из других стран. И это абсолютно нормальная практика для любой цивилизованной страны. Почему? В первую очередь это потому, что в моей стране, в стране, в которой я живу, в первую очередь ценят права и жизнь человека. То есть для любого гражданина Америки является абсолютно нормальным решить самому, абсолютно самому, кому, как, чем, и в каком размере, и как долго помогать. То есть для этого не нужно просить разрешения ни у кого. Как частное лицо я имею полное право решить для себя помогать своему другу или просто человеку, который нуждается в чём-то. Передав определённую сумму за год, в конце года, когда я отчитываюсь перед налоговой США, я об этом заявляю. Почему я говорю об этом? Я это заявляю. Значит, эту сумму вычитывают из заработанных мною средств. И уже на оставшиеся заработанные средства насчитывают налоги. То есть это говорит о том, что госбюджет США не получает определённую сумму денег в виде налогов. То есть я сама решила потратить эти средства туда, куда я захотела. Это абсолютно нормально. И я считаю это самым главным, самым главным показателем того, что в нормальной стране уважают право человека. Теперь немножко о фонде. Наш фонд имеет публичный статус. Поэтому, что бы мы ни делали и как бы мы ни решали, подотчётны мы только налоговой США, федеральным службам США и больше никому. Если возникают вопросы относительно нашей деятельности, наш донор делает запрос в бухгалтерскую компанию. В нашем фонде нету бухгалтера. Нас обслуживает большая бухгалтерская компания. Это абсолютно тоже нормальная практика для моей страны. И получает ответы на его вопросы. Вот и всё. Волонтёрство в Америке – это больше культура поведения общества. Это очень важно понимать. То есть мы все в нормальных цивилизованных странах защищены законом. Но важно не то, что мы защищены законом. Очень важно, что у нас есть права. Очень важно, что эти права ценят и уважают. Средства, которые получает мой фонд, опять-таки, не попадают в бюджет США. То есть я распоряжаюсь бюджетными средствами США. Я несу очень большую ответственность. Да, это большие риски. Это огромные риски. Я обязана следить за каждой копейкой, которая поступает. Больше того, я скажу, я должна смотреть, могу ли я принять этот доллар или этот цент. Но очень важным является, что я имею полное право сама решать, ну, естественно, посоветовавшись со своей командой, как и когда и в каком размере тратить эти средства. Это очень важно. Очень важно, что у донора есть такая возможность. Наш фонд на сегодняшний день состоит в крупнейших компаниях мира, таких как Google в списках фондов, которые существуют, благотворительные. Допустим, фонд помощи людям, которые болеют раком, фонд помощи людям, у которых диабет, фонд помощи армии Израиля, например. Этому фонду уже десятки лет. И у человека, у любого работника этой компании, Google, Microsoft, Chevron, есть право глянуть на этот список и дать деньги конкретно в наш фонд или в другой фонд, который находится в списке этих компаний. После того, у каждой из этих компаний есть такая программа. По-английски это matching program. Я не очень могу это перевести на русский язык, но это как бы совпадение. Matching означает. То есть, если работник этой компании дает 100 долларов на наш фонд, эта компания, Google, например, обязана дать 100 долларов на его 100 долларов. И мой фонд получит в два раза больше. В то же самое время этот человек не доплатит определенную сумму в виде налогов в бюджет США. Точно так же этот бюджет США не доплатит эта же компания. Я еще раз хочу просто настоять на одной вещи, что у нас за счет того, что любому гражданину разрешено выбирать самому, как помогать частным образом через фонд, через компанию, самому выбирать, отдавать либо это в виде налогов, и дальше уже бюджет США распоряжается. Вы знаете, что бюджет США распоряжается, создает социальные программы, и за счет этого живут пенсионеры, за счет этого живут и лечатся, и выздоравливают, я очень надеюсь, больные люди. Но если человек решил это сделать адресно, он имеет на это право. И я бы очень хотела, чтобы это работало так в этой стране. И вторая часть. Я бы очень хотела всегда, когда мы идем публично, когда мы даем интервью или присутствуем на какой-либо пресс-конференции, я всегда говорю, наш фонд занимает такую позицию, и это очень важно понять. Мы не вмешиваемся ни в коем случае в политику любого государства, в котором мы ведем деятельность, благотворительную деятельность. Это очень важно понять. Наша основная задача, направление нашего фонда спасать жизни. Поэтому он так и называется. Бюрократия, коррупция и все остальное это дело рук народа каждой страны, в которую мы заходим. Мы не вмешиваемся в это. Что касается ситуации с Наташей. В первую очередь, Наташа уже говорила, нас свела война. Хорошо это или плохо, но я имею двух близких друзей. Это Наташа Хазан и Паша Хазан. Что очень важно, я считаю, что вы все должны обратить на это внимание. Я наблюдаю, да, я наблюдаю за волонтерским движением в Украине, если это можно так назвать. Оно мне не совсем привычно, потому что оно не очень похоже на то, что делается в моей стране. Тем не менее, эти два человека, мы знаем друг друга с начала войны. Я на сегодняшний день точно могу сказать, что это порядочные люди. Люди, которые по непонятным для меня причинам сегодня оказались в ужасно неприятной ситуации. Наташа, насколько мне известно, не является работником фонда. Для меня это вообще непонятно, почему претензии были в ее адрес. Это раз. Два. Я бы хотела, чтобы вы все обратили на такой момент. В Украине очень много волонтеров. Очень много, я вижу это в соцсетях, и очень много известных волонтеров, очень много людей, о которых много говорят, о которых пишут, и берут интервью, и все. Но я довольно часто бываю на фронте и разговариваю с ребятами. Так я вам могу точно сказать, что если мы посмотрим на соцсети и посмотрим на деятельность и сколько говорят о Наташе и Паше в соцсетях, и я вам точно могу заявить, что они гораздо больше говорят на фронте. Я вернулась сюда, уже у меня было несколько поездок, и ребята говорят, почему Паша? Паша для них очень важный человек. Человек, который смог за полтора года предотвратить огромное количество смертей. Огромное количество. Паша проделал огромнейшую работу. самостоятельно, не просто давая какие-то распоряжения или выстраивая какие-то там, я не знаю, как это по-русски сказать, определенные там... Логистику. Логистику и все. Он непосредственно, сам бывает, его непосредственно знают ребята. И непосредственно сегодня, когда я была там уже несколько раз, ребята спрашивают, почему Паша? Почему Паша? Почему человек, который сделал для них очень много? А ребята сегодня, ребята, это все, что есть у Украины, все, что есть у нас. Я Украина, я выросла здесь. Я здесь родилась и считаю это своей родиной. Это все, что у нас есть. И чем меньше у нас там останется ребят, тем меньше у нас будет возможностей спокойно спать, спокойно жить, спокойно расти детей, спокойно строить нормальное общество. Нельзя. Таких людей, как Паша, нужно, я считаю, что нужно ценить. Ценить и ценить очень сильно. Посмотрите на его страничку в Фейсбуке. Я не видела, я не вижу интервью, о Паше полтора года. Не вижу, не слышу ничего. Я просто знаю этих людей. Все. Я только знаю этих людей. Я не говорю о ком-то другом. Сегодня я говорю только потому, что я знаю Наташу лично и знаю Пашу лично. Спасибо. Пожалуйста. Да, спасибо. Готова ответить на вопросы, может, связанные там с нюансами, что мы там все делаем. Информационное агентство КИОЧЕ и Крымские новости. Вопрос, вот вы были обыски, что случилось? Какая причина была? Вам сказали от этих обысков, и что сейчас? Какая ситуация с Пашей? Что случилось? В субботу 31 октября в 8 утра мне стали ломиться в двери с тем, что это генпрокуратура и СБУ, откройте, а то сломаем двери. Я открыла, ко мне зашло 5 человек. Один следователь генпрокуратуры, два СБУшника. И в качестве понятых они привели двух ребят, срочников 55-й бригады. Как потом выяснилось, что я звонила комбригу 55-й бригады, такого распоряжения не давали. Мне не дали поменять понятых, хотя они по закону вообще не имеют права срочники присутствовать у меня в качестве понятых. Мне не дали вообще ничего. Мне не пустили маму, очень упросила в середине обыска пустить адвоката. Я сказала, что без адвоката обыск не будет начинаться. И так далее. Нет, надо все быстро, надо все быстро. Не пустили милицию, которую вызвали мои друзья. Они перевернули всю квартиру. Что искали, непонятно, потому что не нашли ничего, что бы их заинтересовало. Но у меня обыск был в таком еще режиме light, так сказать. У моего брата, который является руководителем фонда обороны краины, фонд был создан с первых дней войны. Я думаю, что в интернете там можно очень много информации найти в фонде о том, что фонд сделал. У него обыск был, конечно, чудовищный. То есть это было маски-шоу с автоматчиками, с выламыванием дверей. У него забрали всю оргтехнику, включая компьютер ребенка, там, планшет жены. И собрали деньги, которые были отложены. Ну, мы откладывали, собирали на операцию. Он на Майдане, на нашем Днепропетровске, у нас 26 января были события, известные всей Украине, когда там нас били тетушки и гоняли. Вот. Ему попался заточивый газ в глаза, и начались проблемы со зрением. Вот собирали деньги на эту операцию, которую тоже генпрокуратура забрала. Объяснений особых нету. Дальше действий тоже непонятно какие. То есть все это проходило, мне зачитали, как и ему, как и другим двум волонтерам фонда. Зачитали ухвалу Черниговского суда, где нас назвали организованной преступной группировкой, которая якобы расхищает какие-то средства фонда. Однако любой адвокат, вот сейчас мы уже пообщались с большим количеством адвокатов, юристов, сказали, что, во-первых, а, деньги фонда не являются государственными средствами, у нас по хищению государственных средств нету никаких дел по коррупции, то есть это не государственные средства, это частные средства компании и людей. И второе, нет пострадавшей стороны, то есть нет ни одного человека, который бы дал бы фонд, деньги перечислил бы, сказал бы, что фонд потратил не туда, я пострадавшая сторона, написал бы заявление. Этого тоже нет. У фискальной, деятельность фонда регулируется только фискальными службами и Министерством юстиции. У фискальных служб претензий к фонду нету, то есть не было ни налоговой проверки, ни аудита. Просто вот так вот в Генпрокуратуре придумалось, и поэтому на взламывание фонда и на обыске у нас было отправлено 500 с чем-то человек, классно экипированных. По иронии судьбы, они были с аптечками, которые делал фонд, что тоже смешно, да. Вот, они были на кугуарах, часть была на машинах с луганскими и донецкими номерами. То есть у нас, когда у нас идет война, у нас там нет ни техники, ни экипировки, то есть все это делают волонтеры и фонды. Тут все нашлось, все было, ребята были очень хорошо упакованы, вот, и обыски продолжаются просто, чтобы понимать, то есть продолжают кошмарить людей. У волонтеров, у компаний, которые занимаются там военной амуницией, продажей, да, там военторги проходили обыски, у больниц, которым мы помогали, у тех, кто считает, что они с нами связаны или не с нами связаны. В Николаеве, да, прошли обыски. То есть сейчас мы вот здесь, в Киеве с юридической сотней готовим список пострадавших уже на сегодняшний день, да, и все в Фейсбуке, я думаю, что уже наблюдали страничку «Волонтерская тюрьма номер один». Вот, то есть это массовая борьба какая-то, то есть с активной частью населения. Я так думаю, что просто Янукович боролся с режимом, Янукович боролся с активистами на Майдане, а сейчас эта власть просто борется с активной частью населения, добровольцы и волонтеры. Можно я немножко? Я забыла сказать, меня в вашей истории смутил один момент, я немножко читала претензии, и одним из моментов меня очень сильно удивило. В нашей стране, в моем фонде, можно любой донор, у нас же не только финансовая помощь, но и материальная. Обычный пример. Если человек приходит ко мне и приносит 100 пар термоносков, да, и показывает мне чек, я имею полное право выписать этому человеку чек со своей компанией. Я не нарушаю ничего. Понимаете? Возместить, да? Да, возместить. Потому что он сам купил, нашел по той цене, по которой мы боремся, да, мы боремся за у нас заводские цены, так как у нас благотворительный фонд. Мы даже не дистрибьюторские цены получаем, мы боремся за каждый цен. Но я просто говорю, что если кто-то решил по своей доброй воле, как это у нас принято, волонтер прийти и помочь нам вместо меня, потому что у меня очень много работы, купить что-то для нашего фонда, я имею полное право выписать чек со своей компанией и рассчитаться с этим человеком. Здесь это почему-то ну как-то преподносится абсолютно неправильно. То есть это якобы как-то ну ненормальная практика. У нас просто нет такой практики. Да, и это для меня это ну абсолютно непонятно, когда это все достаточно просто. Уточняющий вопрос, если можно. Я так понял, вы находитесь в ваш фонд в Днепропетровске, а постановление на обыск вы выписали в Черниевский суд. Как это вообще может даже нарушение? Еще раз говорю, что все, что происходит, это абсурд вот с самого начала. Это противозаконно, это абсурдно еще раз, и это цинично. Поэтому как Черниговский суд, то, что там написано в этом. То есть они когда уже делали, допустим, у меня обыск, видео с этих обысков там за пару дней набрало там десятки тысяч просмотров, я сразу же это выложила в Фейсбук на свою страничку, и национальные там телекомпании, местные это оттуда потянули, то есть вся страна это посмотрела, увидела, как я живу. Они сами уже когда обыскивали, они понимали, что они ничего здесь не найдут. Я сказала, говорю, что вы же понимаете, что вы к лохам ходите, вы же не ходите к тем, кто действительно что-то в этой стране ворует миллиардами, не миллионами даже, а миллиардами. Вы пришли в фонд, вы пришли к волонтеру, который там с первых дней войны, ко мне в частности, помогает армии. Что вы хотите этим сделать? Я думаю, что им уже в конце было очень неудобно. Они сначала очень такие были грубые, скажем так, а в конце им уже было неудобно. В отличие, как я же говорю, у моего брата, видимо, там спецов послали более каких-то продвинутых, потому что его ставили под автоматы, там все было в масках. У младшего сына, у моего брата, сейчас очень сильный посттравматический седром, то есть это тоже большой вопрос сейчас, психика ребенка, которого напугали эти автоматчики, которые вломились рано утром в квартиру. И сейчас я преследую цель не то, чтобы просто от нас отстали, а я хочу, чтобы ответственность понесли те, кто это все начал. То есть просто отстали от меня, мне сейчас это неинтересно. Как бы это банально не звучало, но не за это мы на Майдане стояли, и не за это положили жизни такое количество тысяч человек. То есть я хочу привлечения к ответственности тех, кто это все сделал, организовал и сделал. Я немножко добавлю, я еще раз пропашу. Это человек не просто, который сделал огромный вклад в помощь армии Украины и поддержал ребят. Это человек, который даже по самой маленькой проблеме, даже если там кто-то у кого-то отобрал какие-то ботинки или еще, это именно тот человек, который садился, ехал и разбирался. Вы должны понимать, что этот человек делал вещи, которые в принципе, если глянуть на общую работу, которую он проделал, огромную работу, он не должен заниматься, есть кому этим заниматься, но он делал это самостоятельно. И только поэтому он вызывает во мне огромное уважение, и я хочу идти дальше именно с такими людьми. Деятельность нашего фонда неоднократно пересекалась. Мы начали сначала. У нас есть общие доноры. Это иностранцы, это Австралия, например. Вот как пример я вам говорю, Австралия, это Украинская ассоциация, которая именно решила помогать и нам, и Фонду обороны Украины. Они непосредственно меня свели с Пашей Хазаном и Наташей Хазаном. Это люди, которые смотрят на все и только за прозрачность, только за действительно помощь армии. Они никогда не выберут, никогда не выберут, если у них будет хоть малейшее сомнение. Можно? Ольга Нескоролина, ТСН 1+. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что обшуки проходили в рамках какого-то криминального проведения. Чи є против вас особистые какие-то правы порушения, чи это просто в рамках тієї справы? На каком этапе? Что изменилось за эти пів месяца? Чи у вас есть какие-то, возможно, имена? Вы хотите покарание отповеденных? Чи вы уже знаете, какие-то прозвища можем назвать? Чи это будет потом з'ясовываться? И когда вы говорите про то, что это происходит по всей стране, это ваш фонд в разных местах, чи это разные фонды, и с какой метою это может быть? Если мы говорим про дискредитацию волонтерского руха, то, по-моему, это может быть полезно? И для чего? И вот ваша спорная пресс-конференция сегодня, она мает на мите показать, что волонтеры объединятся против чего-то, или за что-то. Чтобы я, извините, просто, чтобы я зрозумела. Давайте, там, с крайнего до питания почнемо. Наша спільная пресс-конференция, бо ставить собі на меті показати, что нас не сдолати, и влада, я думаю, что нас боится, потому что мы сильные, потому что мы сильные, потому что мы сильные, мы активные, и мы не стадо, которым легко керовать, и легко им рассказать, что платить за газ по российским рассчитанам, но я знаю, что у меня газ украинский. И все мовчают, и все платят, и я плачу. Ну, кто-то мает это доводить, что мы маем права, у нас есть конституция, и довольно непогана конституция. Тут есть сейчас в зале депутата Верховной Ради третьего скликания, Гавріла Александрович, который тоже брал участь в законотворческом процессе, и у нас непоганые законы в Украине, но они не выполняются. И когда произошли обшуки именно в нас, я почула на себе поддержку не только нашей страны, не только моего города, а и многих стран. Столько сообщений, сколько звонков я получила за этот час, это десятки тысяч, я думаю, это очень много. Что люди только нанесли, какие-то подарки, чтобы поддерживать, или что сделать. Поэтому реально оборвали телефон и сказали, что мы можем сделать. Кто-то пишет в видеозвернение, хлопцы из фронта пишут видеозвернение или какие-то листы. Медцы, с которыми я там особо товаришую, або которых я не знала, видатные наши акторы, спевики, они говорят, что мы можем записать в видео, или открыть лист, или что делать. Мы поддерживаем. Поэтому мы решили сделать эту пресс-конференцию, показать, что волонтерский рух, он есть. И есть поддержка с боку людей. Что касается вашего второго питания фонда? Нет, это не отделение фонда обороны страны в разных местах, это разные волонтеры, это разные волонтерские организации. И поэтому я говорю, что это снищение волонтерского руха. Это не... Что бы там сказали, там какие-то политические игры? Нет, это не политические игры. Это системная работа. Сначала это была работа по снищению добровольчих батальйонов. И мы все знаем, что самая сила добровольчих батальйонов была снищена агрессия там, где она была снищена. И войска российские не пошли дальше, самая на Дніпропетровск. Он наступный, Дніпропетровская область, после Донецка и Луганского. Самая сила добровольчих батальйонов. Но покажите мне добровольца, который получил УБД, что он участник войны, что он награджен державой. Нет. Нет. Всем спасибо, все свободны, называется эта картина. Мы, как волонтеры, тоже не разруховывали на какое-то великое дякое с боку державы. Мы делали это не для каких-то конкретных прозвищ Министра обороны, президента, или кого-то, кто стоит на челе. Мы делали это заради хлопцев. Я знаю, что на нашем рахунке, нашего фонда, моему особистому, Ирина, тысячи врятованих життей, врятованих кинцов. И много чего. Мы и возили 200-х, и хоронили, и ховали. Ну, это много чего мы делали, что мы должны делать государство. И знищение идет, не только нашего фонда. Знищение идет. По всей Украине, різных волонтеров, різных волонтерских организаций. И что до первого вашего питания, это ухвала. Да, есть справа, яка в Генпрокуратуре, есть ухвала суду, но я думаю, что те, кто то все делали, и кто выдавал эти наказы, они не ожидали такой реакции. Обратки, как говорят, жаргоном. И сейчас так все зависло между небом и землей. И чтобы они принесли ответственность. Место знает, кто винен. И прокуратура цим не занимается. А непокарание тянет за собой еще больше злочин. И еще, когда человек там взорвала, я не знаю, там 100 тысяч, ее не посадили. Класс, можно же это делать дальше. Далее будет миллион, далее будет миллиард. В ответственности нет никакой, можно делать это все дальше. Организировали тетушок, побили нас, облили там холодной водой на минус 20, посадили людей в язнице. Жодна людина не сидит за это. Можно что делать дальше. И так у всему. Когда вы будете знать прозвища, нужно ждать встречных позовов. Мы сейчас сделали открытый лист до президента. Бо у нас есть президент, гарант Конституции. И сейчас порушаются наши конституционные права. Бо ми навіть робили ролик и поширювали его интернетом, где брали участь волонтери наши Дніпропетровские, где чётко сказано в третьей статті Конституции, что людина, ее честь и гидность, недоторканность и безопасность визнаются в Украине найвищей социальной ценностью. Я что-то не пометила, что для этой страны моя недоторканность и безопасность 31 днём визналась найвищей социальной ценностью. И у нас есть гарант Конституции, до кого мы вернулись. Мы сделали открытый лист, который сейчас активно подписывают разные общественные организации Украины, волонтерские организации, окременные волонтеры. И мы хотим ответить на этот открытый лист. Что президент, как человек, который, по-перше, гарант Конституции, а по-друге, она призначает керевников силовых ведомств, это Генпрокуратура и МВД. Что в нас скажет, эта человек, на то, что происходило у нас? Я очень хочу это почути. И далее прозвища. Не ЦАПИВИДО, что сейчас какого-то там Пупкина закроют, он поганый, и он за все отвечает. Нет. То все делалось на самом высоком уровне. Бо такая спецсора, 500 человек среди Белого дня, так что, на кугуарах, в амуниции, усьому, и так, ну, цинічно, это не могло просто отбудеться там за решением какого-то там місцевого, я не знаю, там, Сідаренко, керевника там, какого-то там управления. Ну, ви же понимаете. Ну, и остальное питание от меня. Чи есть в планах якось, ну, ввести, волонтерский рух в Украине, за зразком волонтерского руха в США? Чи-что-то таке Можно я відповім трошки? Я спробую украинскую. Я учила і в школе тут. Для меня волонтерский рух в Украине есть такой великой надея, что он действительно это народжение такой же структури, как и в США. Тобто, это люди, которые могут сделать и организовать так, как это работает в нормальных цивильных странах. Тобто, я маю большую надежду на это. Я відверто скажу, что да, есть волонтерские организации, фонды, которым я не доверяю, не маю доверия, но но есть люди, которые есть большая доверия и большая надея. То есть, наш фонд поддерживает и только благодаря этому мы и надеемся, потому что до этого времени, все, что я бачу, все проблемы, которые мают за эти полтора года. Они решаются благодаря этому волонтерскому движению, который не такой, совсем не такой, как в цивильных странах, в странах. Бачусь. Мы очень хотели, чтобы это работало так, как это работает у нас. Сейчас я скажу российское, потому что я не знаю, как это сказать, украинское. в первую очередь вы должны понимать, что любая благотворительная структура не является государственной структурой. Ни в коем случае на себя не берет обязанность государственного аппарата. Это очень-очень-очень важно знать. Это должен знать каждый волонтер, каждая волонтерская организация, каждый фонд в Украине. Мы всего лишь являемся вспомогательным звеном. Если нас выбрали, да, мы помогаем, но мы не берем на себя обязанностей государства. А вы пытаетесь длиться опытом украинского коллеги? Да, мы и работаем. Например, у нас был момент, когда мы купили кровоспинные препараты, я боролась за цены. Я точно знала, кто будет купить, кто замовит. Я была против цены. Я с фабрикой, фабрикой, заводом. И я просила всех волонтеров, которых я знала, все волонтерские организации, все фонды, не купить, ждать два дни, потому что я дам нормальную ціну. Не я дам нормальную ціну, я пытаюсь сделать так, чтобы цена была для этих организаций такая, которая должна быть для организаций, которые занимаются благоденностью. Не просто для человека, который приходит что-то купить, а специально для организаций, которые занимаются благоденностью. И так сталося, так? Да. Можно вопрос? Можно конкретно про джерела на находжение коштей в ваш фонд? Кто был донором? И че выисловливают какие-то претензии с приводу заяви, что 40 миллионов было выгодно, потрачено не на цели? Кто донор? И че есть претензии? Еще раз, по-перше, я волонтер фонду. Я не маю доступу до банку, до бухгалтерии. Но я знаю, что фонд джерелами надходжения коштей у фонд были как юридичные особи, так и физичные. Например, я знаю, что мои друзья, которые давали у фонд деньги, которые властные компании, они давали деньги. Это как юридичные особи, так и физичные. По-перше. По-друге, цифра 40 миллионов. Шокинг мог голосить 20 миллионов, а мог 120. Это одинаково, что 40, что 120, что 20. Бухгалтерия велась, но в нас, я наголошую, не было фонда податковой переверки, и не было аудита. Если кто-то, мы уже подавали коррупцию, всю в стране, мы вибудили всю нормальную страну, нема чого делать, сидим, курим в бамбук, фонды, может там есть схемы, может мы там поборем что-то. Как это мало робиться? По-перше, мала бути податковая переверка, а по-другому аудит. Когда фонд что-то купляет, у нас все четко, есть заявка, например, от какого-то подраздела, они просят бронежилеты, аптечки, еще что-то, оптика, например. Мы, по-перше, переверяемо, насколько им это нужно, как процесс проходил, а чи треба им такая оптика, где они стоят, а чи треба им такие аптечки, какие тактичные в бою, переверяемо. По-друге, мы переверяемо, а что есть на складах Министерства обороны, и что они должны дать, из того, что есть в списке. И если что-то есть на складах, мы добивались того, чтобы выдавали Министерство обороны, а не чудовие люди, зампатилы, тиловики, которые обогащаются на этой войне. И мы, прямо скажу, напрягали соответствующие структури, чтобы они выдавались из-за того, что в них есть. Далее, фонд из-за безгодякового рахунка купляет то, что решит купить. И это все передается на войсковую часть под акт приема передачи. И ставится на баланс войсковую часть. Так вот, кто хотел бы проверить, это, я думаю, нормальная служба полгода бы заняла бы эта проверка, чтобы проверить то, что закупляло фондом, то, что поставило на баланс різных військовых частин, лекарин и так далее, и проверить эти акты и наявность того в соответствующих местах. Вот тогда бы это был аудит, и тогда бы это была податковая проверка. И если бы на основе этого было бы вынесено решение, что фонд там что-то наче себе присвоил или что-то это было бы справа. Сейчас это абсурд на початковом этапе. И это была нормальная практика. Я ведь повела на ваше питание? Сначала аудит, а потом уже... Можно вопрос? Наташа, у тебя обыски проходили, как у кого? У меня обыски, меня Черниговский суд повысил в звание, и назвали меня согласно Черниговского суда, этой постановой, я теперь посадула особо фонду обороны краины. Спасибо, конечно, Черниговский суд нашел мне работу, я думала, что я продюсер там и работаю как-то в другом месте, занимаясь съемками роликов, клипами и созданиями спецэффекта, оказывается, я посадовала особо фонду. Я никогда юридически не была оформлена в фонде ни как сотрудник, ни как той, я волонтер, потому что я зарабатываю на жизнь абсолютно другим, и я работаю волонтером в свободное от работы время, потому что мне надо за что-то жить, и плюс еще за какие-то деньги еще помогать армии. Но в этой ухвале было, что я посадово особо фонду. Когда мне начали зачитывать, я сразу же сказала, что до свидания, ребята, вот сразу в начале письма, мы с вами будем прощаться, потому что я не являюсь посадовой особой фонду. На что следователь генпрокуратуры мне сказал, ну тут же написано, поэтому сейчас мы еще с вас и обыщем. Я говорю, ну я не являюсь сотрудником фонда, но в Черниговском суд же сказал. То есть если завтра Черниговский суд или какой-то суд какого-то там, я не знаю, жмеринки, напишет, назначит кого-то, любого человека в этой стране, инопланетянином, кем угодно, марсианином и так дальше, то мы все за это потом будем отвечать. Да, и вы будете ходить и доказывать, что вы не верблюды. Вот и все. У меня это вообще нонсенс. Да, когда человек, который прожил там очень много лет в Штатах, и все, то есть у нее не совпадают пазлы, правда, я ей рассказываю эту ситуацию, она изучила документы, изучила там все, как бы, и люди нормальные, они не понимают. То есть как не понимают иностранцы, когда во время войны к нам же фонд приезжало, ну, огромное количество иностранцев, в том числе, мы сидели за одним столом с Маккейном, с Пайтом, и люди очень высокого уровня приезжали в фонд, да, и они понимали все, кроме National Defense, национальная безопасность, они понимают, Foundation, фонд, они понимают, связать это все вместе, National Defense Foundation, они не могут, потому что вопросы национальной безопасности, это вопросы государства, и мы часто шутили, всегда говорили, что наша цель вообще работы фонда, чтобы фонда не было, это основная цель нашей работы, как волонтеров и как фонда, чтобы все, что делает фонд, а делает он закупку вещей, еды, воды, закупку и доставку медикаментов, мы проводим тренинги по тактической медицине, мы проводим тренинги по радиосвязи, мы сделали командный центр в оперативном командовании СХИД, мы сделали систему радиосвязи на Востоке, мы сделали систему видеонаблюдения на блокпостах, мы занимаемся двухсотами, мы там помогаем с вывозом и хороним, у нас отдельная группа по обмену военнопленных, и так далее, и тому подобное, все, конечно, хорошо, здесь, в этом всем государство, то есть, иностранцы, они не понимают, почему этим занимаются волонтеры, и почему этим занимается фонд, потому что это вопросы государства, еще раз хочу подчеркнуть, что наша цель, чтобы фонда не было, а получается так, что волонтеры дали какой-то люфт и фонды государству, чтобы оно, я кто скажу, огофталось, и начало работать, а определенные чиновники сказали, как старухи из Иргиль, кому война, кому мать родна, ура, война, так это ж можно еще больше заработать, и не стесняясь абсолютно это. Еще у меня вопрос, документы, которые остались после обыска, по результатам обыска, юристы, что говорят об этих документах? Ну, юристы, как сказать, вот уже у меня мало слов остается вообще с начала войны, каких-то нормативных, да, нормативные лексики, вот, но юристы в шоке, мне говорят, что это, ну, абсурд тоже. Там каждая строчка, посадовая особа, хозяин Наталья Викторовна, посадовая особа Фонда обороны краины, я не сотрудник, ага, класс, там, с метою, там, створение организации неприступного угруппования, с метою раскрадания коштей, а у вас была налоговая проверка, нет, аудит, о чем мы говорим вообще, о чем? Что вынесли, записано все? В смысле вынесли? Ну, где опыски, ну, не закончились просто. Ну, у Павла, то, что изъяли оргтехнику и деньги, которые на операцию, записаны, в Фонде, то, что изъяли оргтехнику, они тоже интересны, то есть компьютеры, логика, понятно, мне вынести системный блок, логика, непонятно, вынести монитор, что хотят, какую информацию, почепнуть сотрудники Службы безопасности Украины на мониторе или на сканере, например. Я думаю, это очень важно. То есть, они это записали, но по ходу, конечно, обнаружилось, что они еще там по мелочи поворовали. То проводов нет, то пластина бронежилета, то еще что-то. Просто такое мародерство, такое мелкое, такое жалкое и ничтожное на самом деле. Спасибо. Олег Ковков, обозреватель. Ситуация с фондом. Может отвернуть иностранных спонсоров от Украины, в принципе? Да. Ну, Ира говорит, да, а я вот чувствую такую международную поддержку, когда мне все, ну, я же говорю, мне за это время перезвонила и написала мне там, Павлу, да, и на общую, как почту, телефон фонда, да, ну, такое количество человек, что они еще больше за нас. То есть, спасибо, конечно, нашим властям за пиар, я к нему не стремилась. Я работаю, ну, в моей сфере деятельности я работаю по другую сторону камеры, вот, и я не стремилась быть по эту сторону, я как-то, ну, делала свое дело, то, что считала божьим, но пиар нам создали. Теперь международные организации говорят, а, так у вас попирается демократия, там, и все такое, так мы еще больше вам будем помогать? Как с самого начала, Ира подтвердит, что никто не хотел перечислять напрямую и помогать Министерству обороны, вот, а только хотели доверенным людям, ну, фондам и волонтерам здесь. Ну, здесь я сейчас просто скажу такой момент. Почему я считаю, что это отвернет? Во-первых, потому что это не поддерживает, ну, потому что уже есть прецедент, да, прецедент к людям, во всяком случае, которые действительно проделали огромную работу. Сделано было все неправильно. Должен был быть аудит, и только на основании каких-то нарушений возможно было возбудить, уголовное дело. Это неправильно. То есть это то, что не укладывается у меня в голове, как у просто иностранца. Это раз. Естественно, для доноров это будет непонятно. Для них исчез уже источник, источник благотворительности, как минимум, сегодня, да. То есть мне понятно одно, очень хорошо понятно, что Украина никогда не готовилась к войне. 23 года у нас не было армии. Я все-таки родилась и выросла здесь. Здесь я закончила и Киевский экономический университет. Я уехала в 22 года. То есть я неплохо знаю эту страну и знаю, что эта страна не готовилась. Да, у нас нет. Да, сегодня государство не справляется. Поэтому я как бы и говорю, что фонды восполняют нужды, а нужды Украины огромные. Вот. Сегодня не будет вот этих вот ребят, которые сделали огромную работу. Естественно, не будет донора. Вы понимаете? В общем-то, мое мнение, что все-таки Украину еще все-таки считают постсовковым пространством. и, естественно, тот уровень коррупции, бюрократии, ну, хотя бы в разговорах с моими донорами они меня спрашивают, ну, почему мы должны помогать, когда там вот именно так. Вот. И я все равно говорю, что там есть живые люди, там есть нормальные люди, там есть люди, которые заслуживают, ну, хотя бы права на то, чтобы жить. Во всяком случае, у нас есть ребята, которые стоят там, хотят они этого, не хотят они стоят, они гибнут там. Это самое больное место. Самое больное место и как и Украины, так и мое больное место. Я занимаюсь этим по своему личному интересу. Я не могу это, я без этого не могу. Для меня это я мать. Я знаю точно, что из Пилтыва это их матери, которые не знают, где они находятся. Да, государство не справляется. Сегодня есть такие фонды, вот как фонды, такие люди, как Наташа и Паша, которые могут. Но если вы все-таки правильно и все сделали, я не знаю, я не вижу никаких, не видела оснований хотя бы поступать именно так, вот как поступили в отношении Наташи и Паши. Правильно? Вот. Если вы поступили правильно, это одно. Я уверена, что вопрос был бы уже давно исчерпан. Вот. И у доноров исчезает источник благотворительности. Вы понимаете, почему я считаю, что поддержка есть. Я согласна. Вот я здесь, я поддерживаю, да, но у меня больше нет источника, которому я доверяю, который я точно знаю, что эта помощь дойдет до ребят. Я, несмотря на то, что живу там, да, занимаюсь большей частью там и бумажной, и работой с донорами, это очень, ну, ответственная работа, опять-таки, потому что это бюджетное средство США, и я в любой момент могу сесть в тюрьму, если я что-то нарушу, какое-то шею. Я должна быть крайне аккуратной. Вот. Но тем не менее, у меня возникла необходимость приезжать сюда и лично ездить туда, и лично убеждаться и смотреть это собственными глазами. Понимаете? Вы просто лишаетесь, Украина лишается источника, которому уже полтора года доверяют люди за границей. Вот и все. Я думаю, еще есть, сори, я добавлю по поводу международной, тут я думаю, что опасность больше, что отвернет от инвестиций в страну, потому что по ходу еще обыски прошли у айтишных компаний, я вам, по-моему, да, сегодня рассказывала, вот, и компания Люсов, например, ушла с рынка, приняла решение уйти в Польшу. Айтишный рынок, это порядка 5% ВВП в Украине. То есть такими действиями, когда нет демократии в стране, нет правовых основ, то есть инвесторы, хорошие, большие инвесторы, западные, они не будут идти в эту страну, зачем им это? Вот и все. Я думаю, что вот этих людей отвернули. То есть я правильно понимаю, что бюджет США фактически в вашем лице, в лице Международного фонда, доверяет, мы теряем, да, один из источников. А наши не доверяют. Зато мы хороним красиво. Ну, здесь я не знаю, как ваши доверяют, не доверяют. Я почему говорю здесь доверяют, не доверяют. Еще раз, возвращаясь к вопросу, что 23 года здесь не, это государство нельзя было назвать, я не знаю, правильно это слово, правовым, неправовым, то есть не соблюдалось, давайте возьмем, есть рамки законодательства, да, какие бы они ни были, хорошие, нехорошие, но они не соблюдались. сегодня можно в принципе с такими претензиями прийти к любому человеку, который даже потратил просто 10 долларов, 10 долларов на армию Украины. Я уже не говорю про наших ребят, которые уже пострадали, на семьи, которые пострадали, на детей, которых вывезли из зоны, из конфликтной зоны, которых нужно лечить и спасать. Есть дети, которые болеют гемофилией, им нужен фактор 8, и на сегодняшний день Украина их не посчитала как украинских детей, понимаете? А это заболевание, от которого умирают за неделю, и таких детей много там, и как дальше с ними поступать, я не знаю, но их надо спасать, это все-таки наши дети, ну, в смысле, дети Украины, правильно? И лечение одного такого ребенка стоит 2000 долларов в неделю. Этот укол. Если уже сегодня люди организовались по собственному желанию, создали эти фонды, я согласна, что есть, еще раз повторяю, есть организации, которым, ну, вот у меня есть основания не доверять. Я не буду называть имена. Я не влажу в это. Они сами уйдут, они сами, ну, у меня такое видение, что они сами себя, в общем-то, и съедят. Вот. Но, если есть действительно, в то же самое время, есть люди, которые действительно искренне, искренне борются за эту страну, и действительно искренне хотят помочь этому государству справиться с их проблемами, быть тем звеном, восполнять эти нужды, давайте сделаем правильно. Давайте сделаем аудит. Правильно? Давайте сделаем все по закону. И после этого только предъявим претензии. Я честно говорю, сегодня, Наташа, я тебе верю и доверяю. Я вот честное слово тебе говорю. Ну вот, если аудит найдет хоть что-то, хоть что-то, и это действительно будет что-то, я тебе это скажу прямо и в лицо. Логично. Правильно? Да, все логично. Но, вы должны понять, что, и Наташа ей сказала, она знает, моя цель, у меня сегодня 90% бюджета уходит на фронт, хотя сегодня у меня уже достаточное количество ребят, которых нужно реабилитировать. Вы дождетесь второго поста Афгана. Это страшно. Это будут попрошайки на улицах, это будут безработные, это страшное, это будет страшнейшая болезнь этого государства. Мы уже сегодня хотим это предотвратить. Мы хотим уже сегодня перейти на эти проекты. Я просто прошу, что делать, как это должно делаться. Тогда последний вопрос. Меня зовут Наталья Тарасова. Я представляю фонд ОПЭС, который занимается сбором пластика на протезирование войн на моток. Спасибо вам большое. На волонтерских началах точно так же хочу добавить. У меня совершенно нет вопросов к Наташе Хазан. Я только хочу выразить от нашего фонда, от команды, от нашей абсолютную поддержку. И все, что происходит в стране, все, что происходит с разными волонтерами и различные ситуации, у меня не вызывает никаких вопросов к самим людям. И у меня не вызывает это подрыво доверия. Но у меня вопрос к Ирине. Как человеку, имеющему, скажем так, немного другой опыт, больший, и, наверное, тот, который будет полезен нам. Простите, пожалуйста, вы знаете, я буду все-таки вас попросить этот вопрос задать вне эфира, потому что мы дали возможность вам задержаться, пришли участники. Хорошо, спасибо. Всем спасибо. Спасибо вам большое.